Если у вас есть какие-то вопросы или идеи, или уточнения, то пожалуйста. По поводу диминутивов, ты просто называла эти формы диминутивами, но они же могут быть разные, то есть формы их образования разные. Почему я про это спрашиваю? Потому что когда мы пробовали сосчитать диминутивное употребление в разных типах фольклорной речи, то получилась следующая штука, что они нарастают в причитаниях в особенном количестве. Ну вот просто факт, их больше этих форм. И в заговорной речи, но с определенным распределением, есть заговоры типа там ниточка-ниточка, когда там есть адресация, то есть если в заговоре имитируется или разворачивается диалог, то там нарастает количество диминутивов. Если это там стану благословясь, пойду перекрестясь, то там этих форм нет. Но при этом диминутивы, которые в причитаниях, они сложные, типа тошнёхонько, обеднёхонько, причём это могут быть не только наречия, но даже глаголы могут оформляться через вот эти вот дополнительные суффиксы, которые вот эту самую, ну как бы диминутивные суффиксы. То есть это сложные такие образования. Соответственно, как с этим быть? Я не знаю, просто это вот такой вот факт. Это очень интересный факт, конечно, и нужно обменяться нам этими сведениями, потому что когда мы анализируем диминутивы, то, ну конечно, мы различаем диминутивы разных частей речи, при этом глагольных очень мало. Вот мне было бы интересно, это очень экзотичная форма. Обычно в детской речи используются глаголы спатеньки, кушенькать, и есть такая форма ростеньки. Это слово употребляют люди, когда ребёнок потягивается. Вот некоторые люди называют это ростеньки, что как бы ребёнок при этом растёт, считается, когда он тянет ручки вверх. Ну вот, кроме этих трёх я не знаю, и мне было бы интересно, есть ли ещё какие-то такие глаголы. То есть это, собственно, не глаголы, а какие-то вербоиды. У них не все формы даже есть. Прилагательные часто получают диминутивные суффиксы, так же, как и наречия, конечно, и мы их держим отдельно. Плюс мы отдельно считаем диминутивы и так называемые гиппокористики, то есть неформальные личные имена, типа Саша-Маша, Петя-Коля. Это не диминутивы, но это тоже неформальные обращения, которые имеют свои определённые суффиксы. Вот здесь нужно подумать, что это у вас диминутивы или гиппокористики, например. Но если это обращение к предметам, типа ниточка, завейся, то это, конечно, всё равно диминутив. Но мне кажется, что все перечисленные параметры на разных уровнях, на фонетическом, на интенсионном, на лексическом, то есть они все применимы для анализа колыбельных. Единственное, что надо понять, как это сделать. Интересно, что колыбельные у вас – это речь, обращённая к ребёнку, но не предусматривающая ответа. Тут могут быть особенности свои. Поэтому я не уверена насчёт диминутивов, что там они будут. Как будто бы диминутивы из того, что ты говоришь, характерны для диалога, предполагающего ответ какой-то, вербальный или невербальный. Мне кажется, что вне зависимости от того, что ответа нет, диминутивы всё равно будут. Но просто надо понять, в каком они количестве присутствуют. То есть, так я понимаю, да, речь идёт о том, что идея, что диминутив предполагает адресата, который способен к диалогу. Это я сейчас придумываю. То есть есть такое предположение. А я нас страшилась, думаю, ой-ой-ой. Конечно, нет. То, что мы до сих пор исследовали, это диалоги матери с ребёнком. И там большое количество диминутивов, потому что ребёнок отвечает, мать адресует свою речь ему. И естественно, совершенно. Мы не анализировали другие типы речи. То есть у нас есть данные по среднему количеству диминутивов в такой речи. И это, конечно, выше, чем в речи обычной. Хотя сейчас многие пуристы и ревнители отмечают рост диминутивов и в обычной разговорной речи. Вот в этих ресторанных меню. И там я читала, даже такая была статья совершенно негодующая одной журналистки, которая называлась «На машиночке в светлое будущее». И она там выступает против употребления диминутивов в сфере такси. И говорит, что диспетчер такси спрашивал её, когда машинку подать. А она настаивала на том, что ей нужна машина, а не машинка. То есть есть общественное такое неприятие этих вещей. Ну и было всегда, слава богу, это речевая характеристика, там и Манилова, например, и Удушки Головлёва диминутива. То есть всегда считалось, что это подозрительно. Но почему они растут? Мы сравнивали русский и литовский в этом смысле. Это тоже интересно. И сферы абсолютно разные. Например, в литовском, в банке, вам может сказать сотрудник банка, сейчас мы откроем счётик, скажите ваш пин-кодик. То, что у нас довольно немыслимо, я думаю. С другой стороны, у нас милиционер может сказать документики. А по-литовски это совершенно нереально. То есть неуловимые эти сферы расходятся. В применении к названиям еды и напитков они не верили, что у нас в меню пишут котлетки с картошечкой или селёдочка с лучком. И это постепенно стало у них тоже появляться. Больше того, потом они стали рассказывать, что у них на рынке пишут картошечка, если она выросла здесь, в Литве. И картошка, если она привозная. То есть сфера употребления диминутивов в разговорной речи настолько интересная и тонкая. И, например, у нас считается, что врачи часто употребляют диминутивы. Если на самом деле посмотреть на речь врачей, они встречаются очень редко. И я думаю, это связано с тем, что у нас есть такие специальности, где люди транслируют такую повышенную серьёзность. То есть наши современные врачи – это не те врачи, которые были в начале 20 века. И которые говорили, ну как, наш зубик поживает. Они как работники банка. Они боятся на эти отношения съехать более интимные с пациентом. Как мне кажется. И у нас, несмотря на наши ожидания, в речи врачей диминутивов мало. Так что, я думаю, нам нужно только изучать эмпирически то, что у нас есть. И тогда выводы будут, может быть, неожиданные, но интересные. Ну, во всяком случае, можно поглядеть на то, что у нас записано. Понятно, что расшифровки наши – они не такие. Но хотя бы, как в качестве первоначального варианта, можно посмотреть на то, что есть. Но я ещё одну хотела сказать вещь, которая может оказаться, во всяком случае, предметом для размышления. Замечено, я уже забыла, кем это замечено, но замечено, что, например, вот эти самые колыбельные, бай-у-бай, собачка-не-лай, прекращаются тогда, когда ребёнок начинает разговаривать. Когда он начинает разговаривать, идут другие жанры. Речевые. Вот поехали, в ямку провалились и всякое такое. Начинается тогда, когда закончились колыбельные. И сказки самые примитивные начинаются тогда, когда закончились колыбельные, когда где-то там от двух, ну, это трудно сказать по возрасту, да. Но, в принципе, как только ребёнок начинает что-то говорить, колыбельные уходят из речи. Ну, то есть, остаются, может быть, как рутинные, потому что вряд ли они перестают укачивать на ночь. Уложить-то надо как-то? Нет. А вот он заговорил, да, то есть нет, не тогда, когда он только заговорил, не год, да, а вот где-то два, да, и уже, насколько я понимаю, укачивание прекращается. Я не права, да? Начинать с вопросов и с дискуссии. Значит, можно сразу тогда по поводу укачиваний колыбельных. Дело в том, что, мне кажется, расширяется набор колыбельных. Вот традиционных совершается переход к литературным. По крайней мере, вот моему сыну сейчас 10 лет, он мне кричит, он ложится спать и кричит, ну-ка, спой-ка мне про мужичка, можешь прямо там, сидя на кухне. Дальше я пою про мужичка, баю-баюшки, спит мужик, жил мужик на краешке, он небеден, небогат, полногорница, ребят, и так далее. А теперь, говорит он, давай другую колыбельную. Дальше я пою, спит Гавана, спит Афина, спит осяние цветы. И без этого он спать не ляжет. Это сценарий просто. Потом он присоединяет... Потом он присоединяет какие-то свои слова к той и к другой песне. Вот, и на этом акция заканчивается. Вот. По поводу врачей. Дело в том, что вот у Тани Шерстинова есть замечательные записи диалогов с зубным врачом. Потом, какой врач позвоночник выправляет, как он называется, я не знаю. А, да, точно. Вот. И они все говорят о разных душераздирающих вещах вот именно на этом языке. Сейчас мы ножичком здесь подправим зубик. Слушаешь, голоса дыбом на голове. То есть это очень-очень распространено. У него даже статья про это есть, вот именно о современных врачах. Здорово, слушайте, это нам очень пригодилось. Узнать, где она это опубликовала. Но это даже опубликовано, это точно. А еще меня интересует такой вопрос. С какого возраста начинаются матерные высказывания в адрес детей, вот по вашим наблюдениям? И с какого возраста дети начинают отвечать на этом же языке взрослым? С пренатального периода. В некоторых слоях населения с пренатального периода. То есть они не то что начинаются, а не прекращаются никогда. Другое дело, что нам, как исследователям коммуникативных конвенций, вот что интересно, что несмотря на то, что эта составляющая присутствует, ну вот в этой семье, например, потому что дедушка, конечно, никогда не фильтрует свою речь, но бабушка все время пытается представить дело так, что это какое-то внешнее нежелательное влияние. То есть она говорит, ну знаешь, мужики шли тут мимо в магазин, они же не смотрят, что тут дети. И она делает вид, что это какие-то плохие мужики прошли мимо, и дети случайно от них услышали и стали повторять вот эти слова. То есть несмотря на то, что в быту они все ругаются, но мать, кстати, вот эта бабушка практически нет. Обращаясь к детям, никогда я не слышала от нее, чтобы она ругалась матом. Дедушка ругается всегда, он просто по-другому не умеет. Но они все время пытаются, во-первых, они очень хорошо понимают, что это нельзя. Например, у нас был там такой эпизод, который мы просто не показали, когда девочка маленькая говорит братику, что-то я какаю или что-то такое, и он говорит, нельзя маты говорить. То есть он уже пытается как-то вот эту вот лицемерную составляющую ввести, которая идет в разрез с их общей жизнью, но тем не менее он знает, что нельзя, видимо, ну он, во-первых, в школе уже учится, и там учительница говорит, и здесь мать контролирует. То есть эта история начинается очень рано, и история контроля за собой начинается тоже очень рано. И отсутствие такого контроля только у мужского населения такое аффектированное совершенно. Я, конечно, не знаю, потому что следовало бы записать много таких детей, таких семей, и тогда можно, видимо, что-то сказать, но у нас пока только одна. Я тоже хотела задать вопрос о диминутивах. Вы говорили о том, что, с одной стороны, мы знаем, что в русском языке они очень продуктивны, и что они очень распространены в разговорной речи, поэтому в целом в русском языке много диминутив, они хорошо образуются. С другой стороны, мы можем предположить, что в речи, обращенной к детям, они выполняют какие-то особые функции по упрощению морфологии, так, что морфология легче усваивается с детьми, или что как-то избегаются сложные моменты морфологии. Ну вот, интересно было бы проверить, можно ли как-то разделить эти два возможных фактора, которые влияют на обилие диминутивов в детской речи, скажем, в балтийских языках. Если диминутивы столь же продуктивны, то правда ли, что они тоже часто используются в детской речи, и тогда в таком случае упрощают ли они морфологию, или наоборот, есть ли такие языки, скажем, в которых они непродуктивны, но в детской речи они всё-таки всё равно будут, потому что они как-то упрощают. Ну, в общем, как-то разделить вот эти два возможных фактора влияния на количество диминутивов в детской речи – упрощение и продуктивность. То есть так, навскидку, я не могу ответить точно, потому что обычно это идёт рука об руку. Вот эта упрощенческая функция и большое количество диминутивов в русском и в литовском в одинаковой степени и упрощение происходит, и они распространены в речи, потому что в литовском тоже из шести, ну, или двенадцати, если учитывать мягкость, типов именных парадигм, диминутивы входят в три самых продуктивных. Значит, действительно, там, говоря «собачка», ты избавляешься от как-то шуа «собака» по-литовски, в общем, непродуктивное слово. Говоришь «унюкос» и попадёшь во все «вискюкос», там «ремведукос», во все типичные, обычные, любимые слова, которые так легко соскакивают. Поэтому вот в наших языках это не разделяется. Где-то, может быть, разделяется, тут надо подумать, потому что у нас есть, даже в близкородственных языках, вот, например, в немецком диминутивы есть, они как будто бы упрощают в том смысле, что все тянут в средний род. Там «хенхен», «метьхен», «метьхен» уже не диминутив, но исходно диминутив, «мойсхен», «шетхен» – всё это. Всё это среднего рода. Казалось бы, не знаешь, какого рода существительное, говори в диминутиве, будет в среднем. Но эта стратегия непопулярная почему-то. Иностранцы её не применяют, я сама так не говорю, хотя род путаю в немецком. И они в немецком языке не распространены. А вот почему-то в голландском они часто встречаются, хотя там и рода-то нет. А диминутивов гораздо больше. Я думаю, что хорошо было бы сравнивать немецкий и голландский и понять, что такого привлекательного для голландцев в этом. Потому что они так же, как мы, и в неформальной речи между друзьями, говорят, что машинку взял, то есть мужчины употребляют диминутивы, пивко, там вот всё, что у нас, все эти названия, которые и мы знаем в русском, всё там применяется. В чём выгода, я пока не знаю. Несколько мыслей, то есть это не вопросы, а скорее такие соображения, во-первых, о том, что редупликация и другие перечисленные признаки свойственны вообще ритуальной речи. В том виде, в котором фольклорист её наблюдает, в том, как она описана, может быть, дебуа, потому что, например, загадочный припев в масленичных песнях «Люли-люли уголёчек» такое впечатление, что это какой-то бэйби-ток, то есть вот «Люли-люли» как редупликация и некий уголёчек, который похож на то, что вот конвенциональные формы некоторых слов, то есть мы не можем догадаться, что называется уголёчком, какой пи-пи или тю-тю там в этом месте стоит, не очень понятно. Но в том смысле, что похоже, что бэйби-ток типологически как-то связан с ритуальной речью, ну такой уже вполне взрослый. А с другой стороны, совершенно замечательные признаки неискренности, то есть вот эти вот повышенный тон и непопадение с тоном, часто это признак какой-то неискренности, то есть сюсюканье. И другое наблюдение тоже по поводу неискренности, это не только повышенный тон, но и те самые диминутивы, которые тоже кажутся симптомами именно неискренности. И как-то отработанное с младшим, такое впечатление, что если к тебе обращаются с диминутивами, то тебя и пытаются сделать этим самым маленьким, в отношении которого навязывают или услугу, или котлетку, или пюрешечку, или еще что-то, да? А, да, еще было такое про безответность речевых жанров, то есть вот про те жанры как раз, типа колыбельных, потягушечек, простушечек, или каких-нибудь сказок, где вообще-то в том виде, в котором мы наблюдаем эти жанры, мы не знаем ответа детских собеседников. То, что у нас есть прекрасное видео про то, как пеленают младенца, в общем, уже вполне двухлетнего возраста, и, скорее всего, он что-то мог бы ответить бабке, которая его пеленает, но он молчит как рыба. На самом деле, наверное, надо ваш метод позаимствовать и подослать наши неудачные видеокамеры, ну, в том смысле, что маленькие, да, и достаточно простые, к собеседникам их послушать, как они говорят с детьми, потому что мы действительно вообще не знаем реакции на эти самые фольклорные жанры. Конечно, и мы не знаем, что у нас здесь вот прелесть этих записей в том, что они сами и записывают. То есть мы им просто дали камеру, и дедушка сам записывает вас. Но то, что это нужно записывать, совершенно точно, потому что мы... Я боюсь, что у нас нормы рассчитываются, нормы речевого развития рассчитываются с учетом наших друзей и знакомых, а не с учетом всего населения России. И здесь нужно сделать поправки, потому что тот, кто разрабатывает нормы, не видит тех, кто живет, растет в других условиях. Вот, например, в этой семье тот мальчик, который там на другом конце качелей был, и не мелькнул, заговорил только в пять лет. Сейчас им с большим трудом удается его отдать в школу, потому что логопатолог не пропускает. Говорит, что у него отставание в речевом развитии, его нужно в специальную школу. Специальная школа там, это интернат в 40 километрах и интернат для детей с нарушениями развития. Значит, если он попадает в эту школу, он уже никогда не вернется в обычную и так далее. А до пяти лет многие люди не говорили. Многие известные деятели русской культуры не говорили до пяти лет. И прекрасно потом заговорили так, что не могли замолчать. И нам следовало бы как-то обращать на это внимание, конечно. Конечно.